Строительную площадку для рыболовецких судов в Хабаровском крае оценил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Он провел совещание с представителями отрасли и оценил мощности Хабаровского судостроительного завода. Подробности в следующем сюжете. Два краболова в прошлом году сошли со стапелей Хабаровского судостроительного завода. Заказ на строительство предприятие получило благодаря госпрограмме «Квоты под киль». Она предусматривает предоставление квот на вылов краба для предприятий, которые заказывают суда на отечественных заводах. Сейчас в Хабаровском судостроительном ждут вторую волну государственной программы. Мы сформировали производственную программу, согласовали ее с корпорацией. У нас планируется строительство не менее семи краболовных судов в период с 2024 по 2029 год включительно. Благодаря второй волне госпрограммы предприятие ожидает наплыв заказов. Потенциальные партнеры уже готовы обратиться за промысловыми кораблями, как только получат квоты. Крупные перспективы Хабаровский завод видит и от сотрудничества с Амурским судостроительным. Далее, насколько я понимаю, комитеты рыбного хозяйства нужны буксиры. Это уже более тяжелые корабли, которые будут строиться на Амурском судостроительном заводе. Вот сегодня прозвучало, что Амурский судостроительный завод будет в кооперацию брать, Хабаровский судостроительный завод. Во всяком случае, очень серьезные заказы будут уже делаться в кооперации между двумя заводами. Перед распределением квот мощности Хабаровского завода оценил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Он осмотрел цеха предприятия и подвел итоги лососевой путины на совещании с представителями правительства региона и рыболовецкой отрасли. Часть предприятий, ориентированных на береговую переработку рыбы, несут на себе градообразующие функции. По основным показателям, характеризующим состояние рыбохозяйственного комплекса, Хабаровский край на протяжении последних лет устойчиво занимает четвертое место в Дальневосточном федеральном округе и пятое место в России. Посмотреть, какие необходимы нам еще дополнительные, может быть, меры принять для того, чтобы с одной стороны запас сохранить, а с другой стороны, чтобы и бизнес развивался, и рыбалка была у всех хорошей. Игорь Сукачев, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.